Нет ли проблем с изображением и со звуком? Со звуком все в порядке. Замечательно. В этот раз мы с гарнитурой будем надеяться, что возьмем это за практику и уже не будем испытывать привычных технических трудностей с звуковыми эффектами. Думаю, что всех, кто хотел присоединиться к нашему вебинару уже в сборе, соответственно, те, кто не смог по определенным причинам, все-таки пятница, все может быть подсмотреть уже запись, которая появится на нашем официальном канале Амаркетс уже в понедельник. Что ж, тема нашего сегодняшнего вебинара весьма актуальна сейчас, когда мы наблюдаем явный диссонанс с динамикой валютных активов и общими фундаментальными предпосылками, которые создают определенный эффект трейдинга в том или ином направлении. Думаю, что вы следите за моими брифингами. Я стараюсь детально анализировать поведение ключевых активов, которые представляют интересы в плане спекулятивной деятельности. Мы обращаем внимание на самые интересные события, но вот в последнее время складывается тенденция, которая несколько не сопряжена с общей фундаментальной логикой, поскольку вроде бы как все указывает на возможность того или иного движения, в частности, если вернуться в паре доллар-японская иена, там очень хорошие возможности, опять же, фундаментального плана для роста. И мы, честно говоря, находим много статистики, много аргументов и объяснений, которые позволяют нам сделать ставку на то, что доллар-японская иена имеет основания для роста. Но что происходит с парой фактически? Фактически, периодически, наблюдается коррекционное движение. В принципе, те трейдеры, которые, конечно же, злоупотребляются рисками, занимают позиции большими объемами, поэтому незначительный откат валютной пары, он провоцирует большую просадку по депозиту и заставляет нервничать. Поэтому сейчас я решил сделать акцент на дополнительный инструмент, который всегда сейчас уже будет доступным для наших трейдеров для дополнительного анализа и оценки тех тенденций, которые присутствуют на рынке. Может быть, кто-то из вас уже в какой-то мере познакомился с нашим индикатором рыночных настроений, Кайман, указывающим на фактическое состояние рынка, фазы перекупленности и перепроданности. И, разумеется, этот индикатор предназначен для того, чтобы помочь вам принимать верные решения. Сейчас прошу взять у вас лирическую паузу, поскольку хочу объяснить вообще, скажем, специфику, которая характерна для рынка Форекса в плане тех или иных настроений. Разумеется, для того, чтобы принимать серьезные, важные решения в плане трейдинга, очень мало иметь только фундаментальную подкованность. И текущее поведение рынка указывает на то, что одного точного, даже глубокого анализа рынка может быть недостаточно для того, чтобы принимать верные решения. Это, прежде всего, касается для краткосрочной и среднесрочной торговли, потому что все-таки, если сделать ставку на позиционный трейдинг, здесь, как ни крути, но валютам приходится опираться на фундаментальную составляющую. Что касается краткосрочных и среднесрочных движений, я предлагаю вам принимать решения относительно трейда по тому или иному активу, еще опираясь на наш индикатор, который доступен и в личном кабинете, и в платформе MT4. Но обо всем этом я поговорю и, скажем, детально остановлюсь на этом чуть позже. Давайте вернемся к еще одному фактору принятия очень важных решений, которым всегда было, есть и остается четкое представление о том, как же действует толпа на финансовых рынках. Все, что мы наблюдаем на рынке, по сути, это следствие некоторого общественного настроения, которое исходит из элементарных человеческих эмоций. Толпы ритейл-трейдеров год за годом демонстрируют одни и те же модели, базисные основы поведения, реагируя, конечно же, на рыночные колебания, как, собственно, это делают и спекулянты. Трейдеры, зачастую, точнее, подавляющая часть трейдеров, которые представлены на рынке, не имеют ни малейшего понятия о той скрытой силе, что движет рынком. И имя этой силы – психология. Я думаю, что многие из вас, познакомившись со спецификой не только рынка Форекс, может быть, у кого-то есть опыты торговли на фондовых площадках, понимают, что очень многое зависит на рынке и в плане трейдинга от сентимента, настроения толпы. К примеру, жадность приводит к тому, что человек начинает гоняться за ценами, чрезмерно увеличивает свой рабочий лот и в итоге выходит за рамки имеющихся у него активов. Стоит только рынку хорошенько вздрогнуть, когда толпа впадает в панику. Почему? Да потому что боится потерять свои небольшие сбережения. Почему я точно заявляю, что есть такой момент на рынке? Потому что сам неоднократно сталкивался с общим заблуждением и бывало на, скажем, первых парах своего трейдинга терял, собственно, как и подавляющее большинство начинающих трейдеров. Что касается толпы, это самая большая компания трейдеров, представленных на рынке. На них распространяется, простите за выражение, но это действительно так, стадный инстинкт. Эти ребята принимают решение, основываясь сугубо на эмоциях. Именно они обеспечивают рынку подавляющую основную часть ликвидности, параллельно являясь легкой добычей для профессионалов, к которым я очень хочу, чтобы стали относиться и вы. Вы прекрасно знаете, что совсем недавно мы обозначили один из обновленных концептов нашей компании, касающихся компании с самым высоким процентом успешных и прибыльных трейдеров. Поэтому очень хочется, конечно же, чтобы принимая решение о трейдинге, вы оперировали всем инструментарием, который доступен в нашей компании, поскольку в целом он направлен на то, чтобы ваши решения были взвешены, точно аргументированы и перспективны с точки зрения, конечно же, результата. Поэтому в целом сегодня вы детально точно узнаете про то, что такое индекс рыночных настроений. Индекс в целом поможет вам, скажем, усиливать общее представление о возможности проведения той или иной сделки. И если добавить еще фундаментальные сообщения, новости, статистику, которую я также анализирую в каждодневном порядке, в целом появится очень неплохое основание, которое, в принципе, подготовит вас уже к возможности проведения очень прибыльных сделок. И останется всего лишь провести эти трейды. Вернемся к рынку, к основным движущим силам, к понятию толпы и умных участников, которым, как еще раз повторюсь, хочу, чтобы стали относиться и вы. Чем на первый взгляд отличается каждый отдельно взятый умный трейдер, давайте называть его смартом, от отдельно взятого представителя толпы? Тем, что в распоряжении профессионалов, умных трейдеров, имеются огромные денежные ресурсы, благодаря которым они способны провоцировать массы на определенные психологические реакции. На самом деле, управлять толпой несложно, поскольку, в принципе, несложно управлять той массой трейдеров, для которой характерен стадный эффект, и которые просто подвержены общим настроениям. В любом случае, неведение того, что будет дальше, вызывает самое, что ни на есть, настоящее чувство страха. А страх порождает с собой панику. На рынке можно выделить и два типа страха. Это, конечно же, страх потерять деньги и страх упустить большое движение рынка. И уж совсем плохо становится, когда оба этих страха, скажем, объединяются в одном трейдере и становятся причиной самых, что ни на есть, серьезнейших ошибок, приводящих к потере всего депозита. Что касается того, как же осуществляется управление рынком, то для того, чтобы правильно подходить к этому подходу, точнее, к этому понятию, нужно понимать, что такое синдром толпы. И то, как этот синдром используют умные трейдеры, в том числе и в своих интересах. Все покупают, значит, мы будем продавать. Все продают, значит, мы будем покупать. Другими словами, речь идет о манипулировании толпой, осуществляемой с помощью рыночных трендов. Каждый крупный тренд состоит из четырех основных фаз. Вы сейчас их видите на своих экранах. Это фаза накопления, фаза массового участия публики, ее часто называют фазой роста, фаза распределения и фаза спада. Заключительный этап общего фазного движения, общего тренда. И именно вот эти переломные моменты, еще я объясню, где именно их искать, как их искать и как при этом задействовать индикатор, а становятся основой принятия очень важных решений. Давайте предположим, что на рынке царит относительное затишье. Умные деньги, в принципе, смарты. И мы с вами оцениваем ситуацию и приходим к выводу, что тренд готов к смене, допустим, направления. Цена сейчас невысока, объемы невелики, цель уже поставлена. Мы прекрасно знаем, куда идем. И, собственно, начинаем это движение с позиции смарта, как я, конечно же, объясняю. Фаза накоплений. Это первая фаза. Разрешите представить вам слайд. Решил сразу без кем, непосредственно на рыночном активе, на том, как на самом деле ведет себя рынок и, в принципе, как эти фазы реализуются на реальном рынке, в реальной торговле и на реальных активах. Первая фаза – это так называемая фаза накопления. Период, когда хорошо информированные инвесторы активно продают или скупают активы противовеса преобладающей на рынке массе трейдеров и преобладающим на рынке настроения. На этой стадии курсы валют ощутимо не меняются. Есть легкая проторговка, можно даже обнаружить канал, но в целом мы прекрасно понимаем, точнее, будучи умными смарт-участниками, осознаем, что сейчас все только начинается, и мы все это будем начинать. Покупающие или продающие трейдеры, которые составляют основу, как раз подавляющие большинство инвесторов, представленных на рынке, сейчас находятся в большинстве. Мы представляем меньшинство, но мы уже нащупали основания для того или иного движения и готовимся для того, чтобы тряхнуть рынок в целом. Объем валюты, с которыми обычно имеют дело, как раз смарт-участники на первом этапе, это незначительно по сравнению с той массой денежных средств, которая представлена, скажем, другими трейдерами, точнее, толкой на рынке, и по сравнению с той валютой, на которой сейчас есть спрос. В какой-то момент часть рынка улавливает меняющейся, скажем, волатильности, может быть, даже видит факт увеличения волатильности, соответственно, разброса движения активов, понимает, что что-то заваривается, сейчас произойдет то или иное движение, и активы двинутся в определенную сторону. Собственно, за самыми проницательными инвесторами, которыми являемся мы с вами, начинает потихоньку следовать большинство. Так наступает, собственно, вторая фаза, которая предполагает участие толпы. И, думаю, этот слайд вы уже внимательно посмотрели. Идем прямо по движению актива. Вот, смотрите, этот мы участок проанализировали тренда, соответственно, переходим к другой фазе, где активно увлекается тренд толпа и подключается к общему трейдингу. Эта фаза обычно сопровождается серьезными изменениями цены. В это большинство, которые меняют свою стратегию на рынке, входят зачастую трейдеры, которые руководствуются техническим анализом. И правильно делают, потому что в такие моменты появляются очень хорошие возможности для занятия правильного направления, для того, чтобы можно было встать в тренд и прокатиться на серьезных изменениях. Тренд продолжает лететь вверх, срабатывают стопы, еще больше подталкивая тренд, создавая ему дополнительную силу и дополнительное ускорение. И вот когда его начинает распознавать весь рынок, начинается ажиотаж, наступает третья фаза. То есть вы видите, вслед за ростом мы перешли к третьей фазе, и также это все продолжается один и тот же тренд. Третья фаза характеризуется тем, что цена достигает уровня, собственно, к которому стремились смарт-участники, которые его планировали достигнуть, может быть даже обозначали его своими индивидуальными тейк-профитами. В этот момент проницательные инвесторы начинают фиксировать прибыль, закрывать позиции и, разумеется, уступают дорогу четвертой фазе. Следующий слайд. И вы видите, здесь затяжная коррекция, поскольку мы обозначали и начинали, в принципе, с восходящего тренда. Четвертая фаза, она называется фазой спада. В этот период трейдеры начинают активно продавать толпе, накопленные валютные позиции, потом занимают новые и новые, к примеру, шорты, либо ланги уже, в зависимости от того, какой трейд ляжет в основу. И цена, оставаясь без поддержки, начинает утрачивать всю свою силу. И так назревает, наступает, собственно, полномасштабная коррекция, которая обычно является фатальной для большинства трейдеров. Схематично все это движение... Еще раз давайте пробежимся по основным фазам. Это фаза накопления, фаза роста, фаза распределения и заключительная фаза – фаза спада. После чего мы снова возвращаемся в фазу накопления и начинаем генерировать возможности дополнительного использования как раз, скажем, факта манипуляции толпой. Схема фаз тренда очень хорошо представлена на этом слайде. Это, в принципе, совпадает с той оценкой, которую я предложил вам по валютной паре евро-доллар. 1,3 фаза – это фаза накопления и распределения. Фаза 2,4 – быстрый трендовый рынок. Рост и, соответственно, спад. В целом, как осуществляется манипулирование, я думаю, что с этим, наверное, особых вопросов нет. Все вы прекрасно понимаете, что за рынком, конечно же, стоят колоссы в плане трейдинга. Это маркет-мейкеры, крупные инвестиционные фонды, которые, в принципе, ведут подавляющее большинство тренда именно по тому сценарию, который они заготовили для рынка. Понятно, что есть силы, которые манипулируют, есть силы, которые вынуждены быть ведомыми на рынке. Но с пониманием этого вопросов нет. Труднее гораздо обстоит дело с тем, как бы точно, наверняка и правильно выявить эти самые фазы, которые мы сейчас прекрасно посмотрели и проанализировали на слайдах. Собственно, специально для этого мы разработали индикатор, о котором я вам уже говорил. Это индикатор рыночных настроений Кайман, который поможет вам отслеживать потенциальные экстремумы рынка, предвещающие начало долгожданного распределения и слома трендового движения. Он представлен, как на нашем сайте. Сейчас, секундочку, сделаю демонстрацию экрана. Представлен в лаборатории индикатор настроений Кайман. Собственно, информацию, которую вы видите на сайте, можно обозначить как визитная карточка этого индикатора. Здесь представлен общее описание того, какие возможности открываются в разных средах, в личном кабинете, в платформе MT4. Здесь есть в качестве превью, промо, функционала, несколько валютных пар. Это самый основной евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская и иена. И один ключевой таймфрейм. Для того, чтобы оценить возможное поведение и фактические показатели, которые мы видим по Кайману, за меньший таймфрейм и по другим валютным инструментам, нужно будет переходить в ВЛК. Собственно, это мы сейчас и сделаем. Переходим в личный кабинет. Здесь уже перечень всех инструментов валютных доступных для выбора. Это не только евро-доллар, не только фунт-доллар, японская и иена. Здесь уже доступен полный функционал по таймфреймам. Здесь уже более длительная история. И самое важное, в этой области располагаются ссылки на скачивание очень полезных дополнительных возможностей, которые мы рекомендуем вам использовать в платформе MT4. Опять же, если вернуться к тому, что я обозначил, в плане того, что получаем хорошие данные по рынку, имеем представление о тех движениях, которые стоит ожидать сейчас от рынка, соответственно, в плане восходящего либо нисходящего движения. И плюс ко всему смотрим еще на элементы. Анализа связана с определением и поведением толпы. Об этом нам будет сообщать наш Кайман и указывает, соответственно, на серьезные моменты, указывающие на либо перепроданность, либо перекупленность активов. Что касается в целом того, что же такое индикатор настроения Кайман. Я думаю, что отчасти вы уже с ним познакомились и прекрасно знаете, то, что это индикатор, который показывает процент трейдеров, покупающих и продающих политики. То есть, кто доминирует на рынке в данный момент времени. И где нужно находиться, дабы остаться на противоположной стороне от рыночной толпи. Ведь никто еще не отменял общую прописную кистину, которая касается того, что если вы хотите торговать с прибылью, нужно, разумеется, быть в меньшинстве. Что касается того, как же его стоит интерпретировать в целом. Он имеет фиксированный диапазон, поскольку мы рассматриваем с вами сейчас небольшой короткий таймфрейм. Поэтому и области здесь также представлены для того, чтобы лучше визуально можно было интерпретировать Кайман. В конечном счете, в целом, говоря про границы Каймана, диапазон, он представлен двумя, скажем, полярными значениями. Это 0 и 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре, значит, большинство участников рынка скупают валюты. Если растут объемы продажи, значит, ставка сделана как раз на коррекционное движение. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 достигаются крайне редко. У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения. И если, скажем, какой-то актив представляет для вас наибольший интерес, я думаю, что вы, проанализировав его поведение через индикатор Кайман, сможете точно понять, с каких же полярных уровней начинаются разворотные моменты по, в принципе, тренду и по движению актива. Где можно, скажем, ожидать возможный слом тренда, и где тренд, который развивается целенаправленно в одном направлении, может столкнуться с очень сильным сопротивлением, способным отправить его совершенно обратную сторону и изложить уже основу для нового тренда. Что касается Каймана и, опять же, ключевых уровней, которые традиционно считаются основополагающими для индикаторов рыночных настроений, то это уровни 30-70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, к примеру, 30-70, хотя на евро-долларе я сейчас вам приведу пример, когда лучше обращать внимание на уровне 20-80. Но 30-70 – это, скажем, теория. Если эти уровни достигаются, значит, можно интерпретировать это как мощный сигнал не только для замедления тренда, но и для назревшей коррекции, может быть, даже для вероятности смены тренда. Уровни 30-70, к примеру, или 20-80, как раз будут демонстрировать перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону как раз от 0 до 20 или до 30, это значит, что валютная пара как раз вошла в зону перепроданности, ждем разворота наверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара, разумеется, пребывает в зоне перекупленности, и самое время готовится к возможному движению вниз. Очень важно помнить, что критические уровни для разных валютных пар, о чем я, в принципе, уже говорил, различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась, к примеру, при достижении уровня 85 по Кайману, то, соответственно, при оценке возможных перспектив по смене тренда, нужно обращать внимание как раз на то, что с этого уровня потенциальный разворот может случиться и в следующий раз. То есть эти уровни, они будут подкрепляться к истории и, соответственно, помогать вам уже более детально оценить возможные смены тренда, поскольку вы будете иметь еще и подтверждение на истории того, когда же происходят эти самые развороты тренда. Есть и другие валютные пары, к примеру, которые указывают на возможный смен тренда при достижении, к примеру, 90%. Значит, если повторилась такая история однажды, необходимо следить за возможными следующими разворотными сигналами при достижении именно этого значения. Это что касается функционала в личном кабинете. Мы пошли еще дальше, и, как я уже сказал, специально для тех трейдеров, которые не расстаются с платформой МТ4, подготовили два, точнее, в целом, можно сказать, три топа функциональных момента по индикатору рыночных настроений Кайман. Это виджет, это непосредственно сам индикатор Кайман. В принципе, он указывает на тенденции, связанные с перепроданностью или перекупанностью непосредственно в платформе МТ4. И есть еще самая последняя разработка, определяющая возможность использования торгового робота, опирающегося на сигналы по Кайману. Давайте вкратце пробежимся по инструкции установки индикатора и виджета Кайман в МТ4. Не будем детально останавливаться на, собственно, самой инструкции. Здесь нас, прежде всего, интересует сама ссылка на скачивание файла Кайман. В данном случае речь идет о индикаторе. Загружаем его, устанавливаем. Платформа МТ4 у нас параллельно открыта. Секундочку. Один момент, чтобы поставить верно. Собственно, сейчас вы должны видеть мою платформу МТ4. Здесь у нас есть индикатор. Я его уже поставил. Теперь покажу, что он представляет из себя. Переносим его на график с ценой. Нас сейчас, конечно же, волнует евро-доллар. И на евро-долларе я хочу показать вам как раз то, как... Так, секундочку. Индикаторы. Нам нужна вкладка индикаторы. Здесь Кайман. Предварительно поставил его туда. Так, ставим индикатор. Вот, что он из себя представляет. Давайте для простоты восприятия и лучшей визуальной оценки разворотных моментов определим сразу уровни, которые мы с вами обозначили. По евро-доллару, руководствуясь опять собственным опытом, предлагаю вам добавить два полярных значения. Это 20 и значение 80. Так, можно поставить какой угодно цвет, соответственно, какую угодно толщину линий. Нажимаем ОК. И эти линии появились. Ставим дневку. Как раз таймфрейм у нас сейчас дневной. И на что мы видим в плане генерации сигналов и то, как на них можно было реагировать. Мотаем сейчас в историю и ищем пересечение Каймана. Как раз границы 80, где, разумеется, 80%, исходя из того, что я вам рассказал про Каймана, это те трейдеры, которые занимались покупкой активов. Для того, чтобы поддерживать тренд, оставалось все меньше и меньше возможностей. И сейчас вот хорошее, скажем, подтверждение. Можно даже отмотать еще назад. Ну, в принципе, это уже июнь. Можно поближе вернуться. Хорошо. Если уж этот уровень был достигнут, это произошло, получается, в 2014 году, в августе, 8 августа 2014 года. Здесь Кайман достиг пиковой отметки. Цена была 1.3407. И вы прекрасно знаете, что же произошло даже с точки зрения фундамента, но и уж тем более в ценовых колебаниях, которые стали реальностью для евро-доллара после. Именно с этой отметки, с этих значений, европейская валюта стала активно сыпаться против американского доллара. Здесь, если уж мы приняли бы решение войти, хотя это было бы очень правильно и уже принесло бы просто баснословную прибыль, сделали ставку бы на возможность движения индикатора Кайман к следующему полярному значению 20. И давайте теперь с вами дождемся этого значения, когда же Кайман опустится к ныне. Ну, в принципе, вот здесь, хотя, ну, я думаю, что если бы мы приняли решение о закрытии позиции вот на этой отметке, получается, что Клосс 1.1340, а мы начали продавать валюту с уровня 1.3407. Тут несложно посчитать, что прибыль практически составила около 2000 пунктов, и, в принципе, нам бы практически полностью удалось поймать тот тренд, который образовался на рынке. Очень хорошие, собственно, ожидания и очень хорошая сделка. Давайте посмотрим теперь на доллар-японская иена, валютную пару. В ходе брифингов мы также детально анализируем ее перспективы. Так, еще найти нужно. Только здесь мы уже обозначаем не коррекционное движение, а возможности для очень даже неплохого роста. Теперь найдем, соответственно, сигнал по Кайману, указывающий на дневку возможности покупки этой валютной твары. Вот, хороший уровень. Как раз снова достигли нашего полярного значения по Кайману 20. Это произошло на отметке 108.10. После чего пара продолжила уверенное восходящее движение и достигла по Кайману своего пикового значения. Соответственно, также в августе, точнее 1 января. И здесь уже цена находилась на уровне 119.61. То есть у нас была возможность прокатиться на очень неплохом восходящем тренде с отметки 107.07. 1300 пунктов. Тоже очень хорошая достойная цель в плане реализации. И разумеется, если пересчитать эти пункты на денежный твилинт, получается также очень хорошая сделка. Сейчас мы продолжаем находиться в замешательстве. Это как раз хороший пример, который указывает на фазу накопления. Только не забывайте о том, что это дневка. Конечно же, для крокосрочных трейдеров стоит руководствоваться более коротким промежутком времени. Сейчас ищем сигналы, но в целом, если оценить более короткий промежуток времени, здесь стоит руководствоваться еще и фундаментом. Но Кайман – хорошее подспорье для принятия дополнительных решений. Теперь, что касается других функциональных возможностей Каймана. Я говорил, что есть еще и советник, который торгует непосредственно по индикатору рыночных настроений. Также его поставить достаточно просто. Сейчас не буду уже переходить в ЛК, чтобы не терять еще несколько минут. Но, опять же, если вы посмотрите, кликните на ссылку советника, то получите сразу файлы, которые необходимо будет переместить в директорию ваших советников платформы НТ4. И что касается того, как его поставить дальше, это вопрос нескольких кликов. Вот наш индикатор Кайман. Какие значения в качестве ключевых параметров представлены в нем? Период Каймана – это период Moving Average. Здесь этот параметр можно менять. В целом, как можно будет интерпретировать сигналы. Их нужно будет анализировать следующим образом. Как только Кайман достигает своих полярных значений, к примеру, заложенные в основу алгоритма 3070, и осмотрит при этом за пересечением с техническим индикатором Moving Average, после чего генерируется сигнал. Направление входа можно, в принципе, здесь также задать. Если Кайман будет пересекать, точнее Moving Average будет пересекать Кайман снизу вверх, если оставляем следовать на вслед за направлением входа, значит, нужно оставить трейд с вивла, соответственно, трейдерса. Если вы хотите на фоне подобного сигнала открывать противоположную сделку, можно поставить действовать вопреки, собственно, позиции трейдеров. Также устанавливаются традиционные для советников параметры касательно take profit и финансального stop loss. Разумеется, если мы смотрим на пятый знак, здесь нужно задавать трехзначные значения. Если речь идет о типе счета Classic, уже, разумеется, двухзначные. Максимальное плечо, плечо сделки – тоже очень важный момент, который позволяет вам очень, скажем, успешно подходить к правилам риск-менеджмента. Потому что для любого советника это очень больная тема. Зачастую он может быть перспективным, разумеется, приносить хорошую доходность, но очень часто агрессивные риски обозначаются при очень небольших депозитах. Я советую вам внимательно следить за этим показателем, точнее, сразу разложить в основу, к примеру, консервативный подход, не больше десятого плеча, хотя даже лучше пятого плеча. И тогда вы сможете наблюдать за тем, как этот советник продолжит генерировать прибыль на вашем счете с учетом общей позиции Каймана и, скажем, того алгоритма, который заложен в его основу. Протестировали его на истории за последние полгода. Правда, таймфрейм там был не дневной, а часовой и четырехчасовой. Сигналы, результаты очень хорошие. Поэтому я предлагаю вам, собственно, наручно убедиться, в принципе, в том, что этот индикатор – очень неплохая альтернатива всем тем советникам, которые представлены у нас, соответственно, также в лаборатории на сайте, где есть сейчас очень много советников, и мы стараемся каждую неделю добавлять новых алгоритмических роботов. Так, теперь, собственно... Так, одну секундочку. Сворачиваем это окно. Уже оно нам не нужно. Поэтому советник, есть индикатор, и наверняка вы обратили внимание на виджет Кайман, который, в принципе, также демонстрирует общее настроение ожиданий, присутствующие на рынке только уже в качестве индикатива. Сейчас мы этот файл уже в самое ближайшее время обновим, и он также будет доступен в личном кабинете в качестве дополнительного инструмента касательно индикатора рыночных настроений Кайман. Собственно, это первый из индикаторов, которые непременно будут помогать вам в крединге. Сейчас мы готовим еще индикатор совокупной позиции рынка, открытых ордеров, отложенных ордеров, для того, чтобы вы точно могли следить за тем, где же сконцентрированы основные пласты потенциальных, скажем, отложенных ордеров, и какие уровни входа предпочитают подавляющее большинство трейдеров для занятия тех или иных позиций. Эти индикаторы также появятся в лаборатории Амакетс в самое ближайшее время, но пока можно начать, конечно же, с индикаторов рыночных настроений Кайман, тем более, что есть сейчас возможности, чтобы использовать его самым лучшим образом в плане прибыльной торговли по своим счетам. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Пожалуй, задам один вопрос касательно того, все ли до конца поняли, где именно нужно скачивать советник, индикатор и виджет. Если что-то было неясно, лучше спросить. Вы имели в виду Кайман. Это название нашего советника. Что касается того, где скачать, вам нужно перейти в личный кабинет, соответственно, в сервисы, индикатор рыночных настроений Кайман, и под главным окном рыночных настроений будут ссылки на скачивание и советника, и индикатора, и виджета. Если вы кликните на них, параллельно будет открываться PDF-файл с подробной описанием и инструкцией того, как нужно их устанавливать. Да, это статистика в рамках нашей компании, но, уверяю вас, наша компания – это несколько тысяч трейдеров, поэтому, если спроецировать, скажем, на те же самые фондовые площадки, там трейдеров, разумеется, больше, но в целом это никак не меняет фокус ожиданий. У нас точно такие же трейдеры, как и на фондовом рынке, точно такие же ожидания, это точно такие же представления о тенденциях и общих трендах. Поэтому в данном случае здесь количество, мне кажется, непоказательное. А в целом, общее настроение и те ожидания, которые закладываются в конкретные представления о рынке, они более-менее достоверны. И проанализируйте лично о поведении Каймана и то, как показывает себя валютная пара при генерации сигналов на как раз точках экстремума. И вы сами придете к выводу о том, что показатели более чем результативны. Да, индикатор работает только в нашем терминале. Да, именно поэтому, прежде всего, я предлагаю вам сейчас делать ставку на анализ индикаторов рыночных настроений по самым волатильным и популярным валютным активам. Я думаю, что это пять распространенных валютных пар. Евро-доллар, фунт-доллар, австралиец против американской валюты, новозеландец против американской валюты, доллар-японская иена и еще USD-CAD. Это 90% инструментов, которыми руководствуется подавляющее большинство трейдеров. Индикатор работает только на реальных счетах. Знаете, я всегда вносил себя к позиционным трейдерам, поэтому очень трудно пытаться спрогнозировать движение за короткий промежуток времени. Мне кажется, это трудно делать и даже технической среде, которая старается генерировать сигналы. Для информативности, может быть, использовать короткие таймфреймы, чтобы, скажем, к вашей фундаментальной оценке перспектив добавить еще и техническую составляющую. Но в целом, моя рекомендация сводится к тому, чтобы делать ставку на кайман в таймфрейм, как более, скажем, растянутой перспективе. Четырехчасовые периоды и дневки это лучшее, скажем, решение, которое позволит вам самым, скажем, наилучшим образом использовать возможности индикаторы каймата. Очень интересный вопрос по поводу дополнительного индикатора. Хотя, скажем, в основу ближайших разработок мы его пока не ставили. Но, может быть, если, разумеется, спрос и интерес будет со стороны клиентов, почему бы и нет? Ведь все эти индикаторы делаются для того, чтобы помогать вам принимать торговые решения. Спрашиваю по такой логике. Вот сейчас фундамент не работает, есть локальные откаты. И на частейке их более выгодно ловить. Все верно. Но это, опять же, для какосрочного трейдинга. Открывайте параллельно еще и дневки и смотрите, какие сигналы генерируются там. Потому что в любом случае любые откаты, которые происходят сейчас, даже вопреки фундаментальной логике, они могут все-таки вернуться к более логичному поведению рынка. И растянутые периоды на Каймана, как раз в НЕК, они указывают на большую вероятность совпадения с теми манипуляциями, которые осуществляются со стороны маркетмейкеров и со стороны крупнейших инвестиционных фондов. Я вам советую посмотреть, где происходят ключевые откаты по различным валютным парам и какие уровни при этом характерны для Каймана. Обычно, как я уже сказал, к индикатору используют следующие триггерства 30-70. Но мы прекрасно сейчас увидели на евро-долларе на дневках, как лучшим образом себя показывали и в принципе хорошо зарекомендовали уровни 20-80. По евро-доллару, по дневку советую вам обращать внимание на эти диапазонные значения. Если спуститься до более коротких таймфреймов, может быть там диапазонные значения будут гораздо более узкими. Нужно проверять, индикатор у вас есть в личном кабинете, теперь вы можете поставить его и в МТ-4. Посмотрите и убедитесь в этом сами. Мне кажется, что если вы самостоятельно определите для себя на точке экстремума, это будет гораздо лучше, чем, скажем, слушать рекомендации и советы по основным валютным активам. Большое спасибо вам за вопросы. Подключайте индикатор ренчных настроений, добавляйте его в МТ-4. Увидимся уже в ходе нашего следующего брифинга. Я надеюсь, что к общей фундаментальной оценке, которую я обязательно дам вам в следующий понедельник касательно дня и перспективы на неделю, у вас уже будет и дополнительный инструмент в арсенале. Это инструмент индикатор ренчных настроений. Поэтому используйте все сообща, поскольку только так можно будет принимать очень хорошие и перспективные решения. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok